Они настоящие помощники стражей правопорядка. Они юные инспекторы движения. И вновь щелковские отряды ЮИД собрались вместе. Ежегодное мероприятие «Муниципальный слет» по традиции проводит Центр лесная сказка. На этот раз в нем участвуют 33 отряда юных инспекторов движения, 16 старших и 17 младших. Всем ребятам предстоит пройти несколько заданий. Проверять их знания будут как педагоги лесной сказки, так и госавтоинспекторы, которые уже много лет ведут совместную деятельность ЮИД в направлении пропаганды безопасности дорожного движения. Проект юные инспекторы движения реализует три направления основных. Это дорожная азбука первой классы, школа дорожных наук второй классы и отряды юные инспекторы движения. Как раз отряды юные инспекторы движения занимаются более углубленным изучением правил дорожного движения. Наши большие помощники, педагоги Центра лесная сказка, ну а также отряды ЮИД, которые существуют в каждой школе. Они часто работают, кроме в своих школах, но еще и выходят в подшефные организации, где проводят также пропагандистскую работу по безопасности дорожного движения. Оказать первую медицинскую помощь, знать дорожные знаки, уметь правильно управлять велосипедом. То, что эти ребята знают и умеют с самых юных лет. Это сегодня задача показать свои знания и умения, работая в команде. Одно из заданий конкурс «Дорожная разметка». И здесь ребятам необходимо правильно в течение пяти минут расположить 25 дорожных знаков. Вот на таком макете. О правилах безопасного поведения на дороге юные инспекторы движения знают многое и готовы делиться знаниями как со сверстниками, так и со взрослыми. У помощников госавтоинспекторов найдется совет для пешехода и для водителя. Это обращать внимание на дорожные знаки, всегда смотреть на пешеходов и не отвлекаться на всякие другие мелочи. Не сидел в интернете и обращал больше внимания на дорогу. Он не должен отвлекаться, он должен смотреть на знаки и не превращать скорость. Впереди у отрядов ЮИД насыщенная программа, которая расписана на целый год. И та команда, которая продемонстрирует лучший результат на конкурсах, представит муниципалитет на областном уровне в конце года. Анна Балиет, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.